Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Ангелы-хранители всегда с нами или они приходят только в трудную минуту? Если честно, мы наверняка не знаем, что и как происходит в этой духовной сфере, и придут ли они действительно в трудную минуту к тому человеку, который их не сильно-то и звал. А если и звал, то придёт ли ангел-хранитель, и Господь непосредственно поможет, или что Николай, или какое-нибудь подвижнее благочестие, которому ты молишься, хотя он ещё и не канонизирован, всякое бывает. Мы знаем, есть в житии Василия Блаженного замечательная история, когда он подходил к домам людей вроде бы благополучных и добродетельных, и кидал в них камни, разбивая окна и удивляя окружающих. Подходил к обокам и целовал стены этих злачных заведений в обителях разврата и пьянства. И только потом узнали, что он целовал невидимо присутствующих здесь ангелов-хранителей, потому что человек, в доме которого всё тихо, мило и благородно, бесы находятся за стенами этого дома. И он кидал в них камни. А под кабаком ангелы-хранители этих людей стояли вовне, не смея и не имея возможности туда зайти ввиду скоплений нечестивых людей и демонов, сопутствующих любому нечестивому делу. И он подходил и как бы целовал этих ангелов невидимо. Ну их невозможно поцеловать, как бы реально, как бы целовал стены домов, у которых они находились. Поэтому есть такой хороший, замечательный образ, на который можем ориентироваться, что когда мы грешим, мы как бы смердим духовно. Ангелы-хранители от нас отходят, а когда совершаем какой-либо добродетель, они приближаются к нам, ибо мы благухаем, мы как тот ладан, который горит в кадиле диакон или священник. И хочу ещё напомнить, что всё-таки ангелы-хранители духи служебные, и в каком-то смысле их воля настолько подчинена воле Божией, что уже как бы не могут они что-либо от себя совершать. Они совершают что-либо хорошее, помогают нам только в послушании Господу Богу. Поэтому поскольку мы живём во Христе, поскольку он нам и помогает через ангелов-хранителей. А поскольку не живём во Христе, то постольку и не помогает, потому что мы не можем вместить его помощи. Так что будем стараться быть похожим на наших ангелов-хранителей, как в послушании Господу Богу, в исполнении заповедей Его, в укреплении нашей воли, нашей жизни, нашей сердецы, в послушании и в исполнении воли Господа нашего Иисуса Христа. И так всегда будем подобны ангелам, и таким образом всегда будем достойны получить от них помощь в минуту жизни трудную. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.